На портал экзегет поступил вопрос, нужно ли стремиться к святости или это удел избранных? Говоря о святости, нам принципиально важно прояснить значение термина. В бытовом нашем, в обывательском понимании обычно, когда мы говорим о святости, мы имеем в виду безгрешность, некую абсолютную кристальную чистоту и праведность, которая радикально отделяет ее носителей от всего остального человечества. В этом смысле нужно заметить, что такого рода святостью обладает только Бог. Только в нем полнота совершенств и, соответственно, из людей только воплотившаяся вторая ипостась Святой Троицы, воплотившаяся в Христе и Иисусе, обладает подобного рода характеристиками. Все остальные, безусловно, под это определение не подходят. Мы видим это реализуемым даже в рамках нашего богослужения. В момент, когда священник, приближаясь к моменту причастия, поднимает тело Христова со словами «святая святым», говоря о том, что святыня должна быть преподана тем, кто достоин ее, хор отвечает от лица всех собравшихся «один свят, один Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь». Но Ветхий Завет, равно как и Завет Новый, знают и другое значение этого термина. А точнее, правильно сказать, наверное, даже не другое, а более корректно понимают его применительно к нам, к человечеству. Святость в Ветхом Завете — это, во-первых, и, главных, выделенность, отделенность, инаковость. В этом смысле, кстати, понимает святость Бога как раз ветхозаветный текст. Бог принципиально другой, принципиально отличный. И от той общины, с которой он вступает в Завет, с которой он начинает уникальный диалог, он требует такого же качества, он требует такой же выделенности, отданности ему на служение. Новый Завет в этих же категориях будет говорить про Новый Израиль, про церковь. И вот здесь нам нужно иметь в виду, что к такого рода святости призван каждый член народа Божия. С течением времени иногда церковь распознает в некоторых из своих чат такое исключительно однозначное, исключительно общепонятное сияние этой самой святости, что прославляет их среди святых. То есть указывает, что вот пример этого человека безусловно важен, значим, ценен, и путь, прожитый им, спасителен. Но это не значит, совершенно не значит, что все те, кто не прославлены таким образом, все те, кто не включены в святости и месяцы слов, на самом деле не являются святыми отнюдь. Более того, мы читаем у апостола Павла в послании к Эфесиным. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа креугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом». Из этого маленького фрагмента можно сделать очень простой вывод относительно того, как конкретно церковь видит феномен святости. Она видит его не в некоем уникальном внутреннем аскетическом усилии или не в некоем уникальном самопревозможении, которое осуществляет человек. Церковь, во-первых, и главных, видит святость как дар. Она начинается в Христе и устраивается действием Духа Божия. То есть человек присутствует в строительстве этого Дома Божия, в возрастании и в святости через соработничество Богу. Мы можем иметь добрую совесть, мы можем иметь открытость к действию Божию, но мы не можем стяжать святость какими-то самостоятельными действиями. Она всегда есть дар. И более того, еще раз повторюсь, дар, преподанный всей церкви, увиденный, распознанный церковью в единицах, но всем данный и, соответственно, в воле Божьей, в желании Бога. Мы видим, что дар, который всеми должен бы быть принят. Поэтому главный наш, наверное, вопрос всякого дня, движусь ли я в рамках дня сегодняшнего к стяжанию святости или теряю свои дары. Что мне нужно сделать к тому, чтобы начать возрастать, а не падать? Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!